Дорогие телезрители 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 И в итоге как раз тогда только-только был организован благотворительный фонд Харрисхал, я пришла туда. Оказалось, что с таким диагнозом ДЦП нету у них детей и родителей. И они мне предложили создать свой родительский клуб, что я и сделала. Я начала собирать родителей, искать их по объявлениям, по другим каким-то организациям. И в итоге у нас вот с родительского клуба стало нас больше, больше, больше. Мы собирались, делились информацией, потом какие-то мероприятия начали устраивать. И в итоге все это выросло в большую общественную организацию. А может вспомните, сколько тогда человек, вот в самом начале вас, сколько было и из какой количества у вас сейчас? Человек с пяти человек. Да, человек с пяти. Пять человек у вас было в начале, да? Пять человек, потом добавлялись, добавляли, сейчас больше ста. И сегодня сколько человек насчитывается у вас? У нас сейчас 150 человек, плюс еще в УЛУСах у нас есть филиалы. Замечательно. Ну, раз уж мы затронули вашу активную деятельность, мероприятие, мне кажется, Ирина активистом у нас является, да? Ирина, расскажите, как живет общественная организация, чем вы занимаетесь, какая у вас программа? Добрый день. Я хочу сказать, что наша организация, она очень активная, все очень активные мамы. Вероника у нас самый мощный такой организатор, скажем так. Естественно, все праздники мы отмечаем внутри организации. Потом, помимо этого, у нас очень много своих, например, там, конкурсов мы проводим. Мы участвуем во всяких конференциях по НКО, во всех общественных каких-то мероприятиях. Потом внутри своей группы мы проводим онлайн-конкурсы, например, какие-то семинары внутри, да? Делимся каким-то опытом, да? Консультации. Консультации проводим, да? Иногда мы приглашаем специалистов различных, чтобы наших мам проконсультировали по разным юридическим вопросам. Медиков приглашаем, чтобы нас научили, например, чему-то помогать своему ребенку самим гимнастику или массаж. Еще с разных организаций, вот с фонда соцстраха к нам приходили, рассказывали, как все правильно заполнять и делать. Ну, в течение года у нас больше 30 мероприятий проходит. То есть такая достаточно насыщенная программа, да? Это не только какие-то развлекательные мероприятия для ребятишек, да? У вас достаточно и серьезные, да, есть мероприятия, проекты у вас различные, да? Проекты. Вот у нас самые важные мечты. Мечты. Да. Проекта... Мечты сбываются? Мечты сбываются, да. Там, где ребенок, либо родители всей семьей решают, что им необходимо, о чем они мечтают. И мы находим тех людей, которые помогают это воплотить. Бывают мечты разные. Встретиться, например, с каким-то кумиром, предположим, ребенок очень мечтает, поиграть в футбол самостоятельно. Дети мечты сбываются. Да, а это бывает, что это затруднительно, потому что дети все особые, вот, и это все воплощается. Потом, например, какие-то приспособления, даже дома беговая дорожка, предположим, семья большая, например, да? Не у всех получается это взять и приобрести просто так. Вот ребенок это мечтает, родители мечтают, чтобы ребенок занимался дома сам, самостоятельно, с помощью родителей. И вот одни из тех людей, кто с вами сотрудничает и помогает вам, это у нас Ольга Энергуяна. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какова ваша доля, да, лепту, какую лепту вы вносите в развитие общественной организации «Лучики света»? Еще раз здравствуйте. Мы являемся представителем молодежного совета рискома здравоохранения, да, профсоюзные работники, именно медицинские, да, специалисты молодые. И вот мы также, как и многие, наверное, жители республики, увидели эфир по телевидению, где призывали лучики света к помощи, что им необходима и волонтерская помощь, нужно помещение. Ну и одна вот часть была основана на том, что для центра необходимы были игрушки, какие-то средства ухода. И мы сразу же решили оказать помощь. Мы объявили акцию «Добром на доброту» среди вначале медицинских работников. Сразу же нашли отзыв, было собрано довольно большое количество и посылок, и игрушек, и все. Также отдельное спасибо хотели бы сказать. Проф.Алмаз не являются медработниками, но все же сразу же активную деятельность проявили, оказали, позвонили. И молодые, молодой совет Мархи тоже вот оказали помощь. Мы собрали все необходимое, привезли, познакомились лично с Вероникой Дмитриевной. Даже, ну, познакомились, когда вручали все с небольшим количеством детей, которые присутствовали. Да, помещение довольно небольшое, им необходимо помещение в самом деле. Мы призываем всех помогать, вносить ту посильную помощь, которую каждый может, да, внести. Поэтому вот хотелось бы сказать, что есть организации, которым очень необходима помощь, любая помощь посильная. И, пожалуйста, будьте, да, добры, помогите. Да, и вот по поводу того, что вы призываете, да, людей, кого, в ком вы нуждаетесь сейчас? Вот какие специалисты или вот кто может откликнуться, да, сейчас? Мы призываем всех работников медицинских организаций к волонтерской помощи, а также студентов среднего и высшего образования. Для них это будет отличная практика, полезная информация. Я думаю, да, на месте уже они смогут познакомиться с детьми, посмотреть, как вот проходят занятия в их клубе, чему-то даже научиться, я так думаю. То есть волонтеры вам требуются не только высококвалифицированные, да, люди, но а также студенты, для которых это также будет определенный опыт в жизни и, как вы сказали, практика, да? Да, 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 конечно. То есть и студенты могут помочь каким-то, да, способом? Да, конечно. Мы думаем, посильную помощь может нести любой человек, но именно педагоги и специалисты-медики, они более, наверное, востребованы в этом центре, да? Да, самые нужные, конечно. То есть вы нуждаетесь, да, в медиках и педагогах? Потому что у нас есть детки, которые совсем маломобильные, колясочников у нас много, лежачих деток, которым тоже необходима вот помощь центра. Вот мы еще об этом не говорили, центр, это у нас совсем недавно был открыт центр дневного пребывания, где можно оставить детишек и на несколько часов на занятия или сбегать по делам. И вот как раз за тяжелыми детками, конечно, только медики могут ухаживать. То есть это такое своего рода, как детский сад, да, дневного пребывания, куда родители могут привезти своих детей, и за ними будет комплексный уход? Да, только для больших деток, да. Какого возраста? Школьного. Школьного возраста только, да? Да. И вот я знаю, это для вас огромное достижение, ведь вы сказали буквально недавно, месяца нет еще, как открылся ваш центр, и сколько у вас уже ребятишек там? Ну пока ходит немного детей, то есть 5-6 детей ходит в день примерно. Вот вы сказали, у вас ограничение в возрасте, да, то есть дети должны быть школьного возраста. И еще какое-то ограничение у вас есть, я знаю, что не по всем диагнозам, да? Нет, у нас только дети ДЦП, то есть с нарушениями опорно-двигательного аппарата, неходячие, малоходячие, и дети с отставанием в развитии. Вот им мы можем оказать помощь, педагогическую, прежде всего, образовательную. И тогда возникает вопрос, наверное, возможно, у наших телезрителей, где и как вас найти, как найти лучики света? Да. Мы находимся сейчас на территории епархии. Нам епархия дала помещение, воскресную школу, которая находится на Кирово, где Преображенский храм. Там за храмом есть дом, воскресная школа, и вот там с двух до шести каждый день, кроме выходных, мы принимаем деток. То есть можно просто оставить ненадолго, если ребенок сможет один остаться и сходить по делам, либо привезти его на занятия. То есть у вас там и образовательная программа, да, и ребенок и питается, и присмотр, и все. Нет, не питается. Нет. У нас нет пока такой возможности, то есть только на занятии. Если ребенок вот сколько выдерживает, столько он там и пробудет. Час, два, три, по-разному. Как долго вы добивались вот открытия этого реабилитационного центра? Наверное, вам это стоило немалых усилий, да? Кто поддержал вашу идею? Ну, это, во-первых, не реабилитационный, это образовательный центр, да, то есть наша задача присмотры и какие-то занятия. Вот родители, это все только силами родителей, потому что сами родители помогают, как волонтеры приходят, приглядывают, помогают заниматься, занятия какие-то проводить. Идея-то эта давно возникла, вот с тех пор, как мы вообще объединились, потому как у нас в городе вообще нет ни одного заведения, которое бы такими детками занимались, уж тем более присмотром или даже вот образовательным. Поэтому, конечно, нам необходимо, и мы решили не откладывать в долгий ящик, несмотря на то, что у нас нет помещения соответствующего. Вот открылись и все. Ну, начало дано, да, старт положен, да? И, конечно, вот вы уже не раз озвучили эту тему, основной, ну вот, то, о чем вы бы мечтали, и основная ваша проблема, это отсутствие, да, места. То есть если бы у вас было помещение, да, вы, наверное, вы бы смогли принять большее количество детей. Конечно, да. К нам бы могли приходить дети, все городские дети с диагнозом ДЦП и отставанием в развитии, за которыми мы могли бы не только приглядеть, чтобы родитель сбегал по делам, но и чему-то их научить. У нас гимнастика проводится, развитие речи, образовательные различные мероприятия, музыка, музыкальные занятия, и в будущем к нам еще примкнут педагоги различные. Но, конечно, вот, чем больше помещений, тем больше мы детей сможем принять. И все это, главное, бесплатно. Вот, необходимо отметить, что все это проводится на бесплатной основе, да? И сейчас у вас есть еще места, да, допустим, то есть количество мест пока не ограничено? Нет, ну, там уже по обстановке мы смотрим, сколько детей, поэтому лучше, конечно, предварительно звонить. У нас есть телефон, и нас можно вообще еще найти через социальные сети «Лучики Света». Отлично. Ну что ж, дорогие телезрители, мы сейчас уходим на небольшую короткую рекламную паузу и напоминаем вам о том, что сегодня мы разговариваем в этой студии с общественной организацией «Лучики Света». Не переключайтесь, оставайтесь с нами, мы продолжим нашу беседу. Мы продолжаем наш летний эфир. Сегодня в этой студии мы познакомились с вами с общественной организацией «Лучики Света». И у нас сегодня организаторы, руководители, волонтеры и, конечно же, родители. И вот именно с родителями мы и продолжим нашу беседу. Анисия Егорова и Оксана Грищенко. Как вы узнали о вот такой замечательной общественной организации, как вы туда попали, и как помогает вам это справляться с какими-то вот ежедневными хлопотами? Я, например, пришла в Хараскал за информацией, потому что ребенок, как сказать, информации совсем мало, что ребенок с ребенком, как сказать, общаться, ну, с этими, какие мероприятия проходятся, и что, как получается, сидишь на четырех стенах и ничего не знаешь. А тут пришла в Хараскал, тут познакомилась с Вероникой и пошло-поехало. Я, например, дома не сижу. У нас, получается, и физкультура, ЛФК, вот сказали. Мы ходили в цирк, хотя мы лежачие, коляской ходили в цирк, в театр ходили. Два раза ездили мы в зоопарк, про это вообще не это. Потом как еще общение, беседа. И сейчас вот у нас дневное пребывание детей, мы туда ходим, общаемся, учимся. Это не просто так. Ну, то есть раньше вы все-таки больше проводили времени дома, да? Дома, да. Дома, и некуда было вам и пойти, и что-то посетить, и было проблематично, да, наверное, самим передвигаться. Сейчас наличием такой благотворительной организации и волонтеров вам сейчас открыты любые двери. Проблем нету, поэтому считайте, что, как сказать, приглашаю мам, потому что сидеть дома и говорить, что плохо, хорошо, придите, мы вам поможем, чем можем. Оксана, вы как давно? Ну, я почти тоже, почти с самого начала, когда такое случилось с моим сыном, ему было три месяца, я вообще не знала, куда обращаться. Я думала, что я одна вообще на этом свете с таким ребенком, с такой ситуацией. И вот я начала по WhatsApp общаться с такими родителями, и вот наткнулась на объявление Вероники о том, что собирается такая группа. Вот мы начали общаться все вместе, в нашей группе вот мы обсуждаем не только наших детей, не только наших лучиков, а вообще, ну, все наши вот мероприятия, наши будни, мы помогаем друг другу по возможности. То есть это не только, да, вот работа с детьми, это и работа с родителями, да, вы уже, наверное, и друзьями обзавелись, да, и у вас, наверное, уже есть какие-то свои мероприятия, да. Да, огромное внимание вы уделяете все-таки, они в душе все равно же дети, да. И вот у вас, наверное, благодаря именно такому фонду происходят различные праздники, да, праздники для ребятишек. Вот, возможно, самое яркое впечатление у вас, как у родителей. У меня, например, было, мы на Новый год на автобусе, все вместе съездили на елку на улице, считаем, на улице 40-50 градусов. А мы с детьми по городу погуляли, везде сфотографировали. Хотя мои домочадцы говорят, зачем заболеете, зачем сидите дома, а зачем такая прекрасная эта. И на елке были. Вероника, каждый Новый год исправляем, у нас и Снегурочка, и Дед Мороз, и чего только нету. Вообще живем мы вообще, как сказать, все мероприятия, что в городе происходит, у нас тоже происходит так же. Все, то, что делается, получается, мы живем, как сказать, если маме хорошо, ребенку тоже будет хорошо. Поэтому считайте, если мама знает что, ребенку еще легче будет. Поэтому я считаю, что мама, приходите, не сидите дома. От того, что вы сидеть будете дома, вам не это, а придете, будете и общение, и ребенку хорошо. Хорошо. Приглашаем всех родителей, которые тоже столкнулись с такой же ситуацией, как у нас, в нашу группу WhatsApp. Мы будем там с вами общаться, делиться советами. Главное, мы делимся опытом по реабилитации, по лечению, по тем местам, кто где был, и как лучше. То есть вы призываете всех все-таки не опускать руки, да, ведь это все-таки не приговор. И вот вы являетесь ярким примером того, что, возможно, с помощью, с помощью волонтеров и вот такой замечательной общественной организации вам могут покориться любые вершины, да? Да. Ну вот я вот чуть-чуть дополню, что обычно, когда сталкиваешься с таким диагнозом, то есть мы говорим о том, что у нас ДЦП, да, и отставание в развитии. Конечно, родитель впервые столкнулся, он вообще не знает, что делать, куда бежать, что делать, можно ли ребенку как-то помочь, можно. Конечно, кроме медицины есть еще мы, то есть коммуникативная мощная функция, общение. Все мы знаем, что доброе слово и кошке приятно, да, поэтому вот мы можем этим помочь, информация очень мощная, и поэтому мы родителей приглашаем, у кого детки с таким диагнозом, к нам, и вам очень много чего можем дать хорошего, полезного. Конечно, чем раньше начнется реабилитация ребенка, тем лучше будут результаты в дальнейшем, поэтому у нас мы именно, наверное, первая функция была того, чтобы мы общались, делились между собой любой информацией, кто где прошел лечение, какие были результаты, какие там методики и так далее. Тем более у нас очень много мам, которые ездят за границу, в частности в Чехию, в Китай, все делятся информацией, никто ничего не скрывает, как сделать визу, там, предположим, как проще купить билеты, как добраться, что с собой брать, как, какому ребенку это будет лучше, как это будет лучше, то есть это, я считаю, что такой информации нигде не взять, просто так, потому что все остальное так сложно. Ну и мы уже в начале нашего эфира затронули тему, что у вас, ну пускай маленький, но такой праздник, да, это 4 года вашей организации, он официально 31 числа, но отмечать вы будете только вот совсем скоро. Да, мы будем отмечать воскресенье, то есть это праздник закрытый, только для лучиков, где мы будем честовать наши достижения, у нас есть детки с достижениями высокими, кто-то в этом году научился ходить, вставать, сидеть, переворачиваться, мы всех отметим. У нас есть несколько первоклассников, ну и вообще мы просто приглашаем, помимо родителей, конечно, мы будем готовы любой помощи, спонсорской, вот любые благотворительные меценаты, найдите нас. Нам нужно много чего, конечно, и только вместе мы сила, если мы будем друг другу помогать. Ну а вообще вот у вас большой уже опыт, да, общения с родителями, да, вы, наверное, видите какую-то динамику, да, после того, как к вам приходят ребятишки, и для вас это, наверное, для каждого какое-то достижение, да, и вот, может быть, вспомните какого-нибудь ребёночка, вот, у которого прям прогресс был налицо, и вы прям гордитесь достижениями. Тимурчик у нас встал с коляски, да, Тимур, вот по акции «Мечты сбывается», вот, которая предновогодняя, у него была мечта, ребёнок-колясочник на коляске, вот, Маше привет, если она сейчас видит, мама его, он мечтал поиграть в футбол, ребёнок на коляске, мы это сделали совместно с тренером из ВФУ, он пригласил, на коляске с ним побегал, поиграл, и у Тимура был сумасшедший стимул, мотивация встать. И это было в прошлом году, в прошлом году, сейчас Тимур у нас ходит на костылях, встал с коляски, и таких у нас примеров ещё несколько, то есть Тимурчик не единственный, но он очень яркий пример. Ну, это прям, мне кажется, мотивация огромная, да, наверное, и, возможно, вот эта акция, да, и сподвигла, возможно, ребёнка, ну, конечно, не без помощи уважаемых медиков, да, это само собой разумеющееся, но всё-таки, когда, наверное, ребёнок в такой ситуации немножечко, да, нужно вот какая-то душевная составляющая, она, наверное, больше, да, да, даёт стимул к продвижению. А вот ещё про ближайшие планы, помимо того, что вы отпразднуете свой праздник, да, 4 года, что у вас на ближайший год? У нас вот два самых главных плана, вот наш центр дневного пребывания для детей с ДЦП и отставанием в развитии, то есть расширение, и вот ещё. И мы сейчас плотно занимаемся тем, чтобы открыть клинику с китайскими специалистами, чтобы они, чтобы мы не ездили к ним, а приезжали они к нам, и здесь побольше детей, и... То есть китайская медицина, она всё-таки, да, достаточно... Да, китайская медицина, она очень эффективна для детей с ДЦП. Вы хотели. Ольга Нюргуяна, давайте ещё раз призовём мощный призыв к волонтёрскому движению. Ну, ещё раз призываем медицинских работников, давайте все поможем дружно своей медицинской семьёй, а также всех студентов именно медицинских... Да, и педагогов тоже. И педагогов тоже, да. Педагогические темы, так первую очередь, мы сказали, медицинские, но педагогов тоже. Всё равно в специалистах, я думаю, нуждается центр, но и любой человек может внести свой посильный вклад, я думаю. И мама, и даже мама-домохозяйка, может какие-то другие работники, вообще нужно быть добрее, и всё-таки чужих детей не бывает. Чужих детей не бывает, мне кажется, это замечательный девиз и лозунг. И вот родители, а вы как, вот со своей точки зрения, вот обратитесь ещё раз к родителям, которые, возможно, немножечко стесняются говорить о своих проблемах, да, и вот на личном примере призываем наших уважаемых мамочек, у кого... Идите, приходите, потому что с таким диагнозом мамы в основном сидят в четырёх стенах. И всё ждут, когда оттуда упадёт, что-то сделают за них. А для того, чтобы ребёнок начал ходить или что-то делал, это зависит от родителей. И прошу, и приглашаю мам, приходите к нам, мы поможем. Потому что у нас есть опыт, у нас есть группа, у нас есть мамы, которые всё знают и всем помогут. Ну, мне кажется, когда смотришь на Анисию, да, мне настолько позитивный человек, и она прям готова горы свернуть, да, и всех, и всех. Ну, у нас вон Вероника, у нас она начинает, а мы помогаем ей, поэтому приходите. У нас, Ася, суперпозитив, она везде всем готова помогать, и вот как волонтёр. Ещё хочу сказать, что очень важный момент помощи – сборы. У нас, мы помогаем нашим родителям собирать деньги на лечение, реабилитацию, это тоже очень важно, потому что... Консультируем, как правильно это сделать, чтобы это всё было официально, чтобы это всё было правильно, так, чтобы люди не просто пропускали эту информацию, как просто лишний повод, да, афиши, а просто они воспринимали и действительно помогали. То есть мы реально собрали за 4 года где-то порядка 4 миллионов. Не то, что мы там лично где-то ходили, то есть мы помогали всячески, какие-то мероприятия у нас, акции, даже где-то там репостами, как угодно, но мы это делали. И то есть у вас впереди ещё замечательное будущее, я думаю, и ваш центр дневного пребывания – это одно из таких крупных достижений, и мы на этом заканчиваем наш эфир. Ну что ж, дорогие телезрители, творите добро, начните, в первую очередь, себя, и вот такая организация, как «Луччики света», нуждается, возможно, и в вашей помощи. Ну а на этом время нашего эфира заканчивается. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok